Раз, начало, 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 да. Говорит, strings club, перепрохождение, стрим первый. Вот, всё, чтобы потом я могла ориентироваться нормально. Вот. Ещё две секунды. Офигу. Кому надо, тот зайдёт. Перепрохождение, потому что я остановился где-то, пройдя 90% этой игры. Пройдя. Я остановился буквально перед самым концом. В этой игре есть вариативность, или первая была... Есть определённая вариативность, но ведёт всё к одному моменту, но... Я не знаю, вариативность здесь как примерно в Хозяйчих Мертвецах. Ты играл в первых Хозяйчих Мертвецов. Вот. Интересно, в какой момент я был обречён? Эх, никогда не думал, что моя смерть будет такой эпичной. Думаю, не на что жаловаться. Эй, Донован, ты слушаешь? Ну, а здесь есть определённые нотки геймплея, а не просто нажимать реплики диалога. Точнее здесь, да, про реплики диалога, но надо и грамотно выбирать. Эй, Донован, ты слушаешь? Тебе не нужно останавливаться каждые три предложения, чтобы спросить, слушаю ли я. Конечно, слушаю, я же бармен. Та девчонка из Проксимы, Вега, оказалось, она просто использовала меня, чтобы вывести на чистую воду агента городской полиции. Ты переспал с ней? Нет, она не по мальчикам. Во всяком случае, меня чуть не арестовали, но мне удалось взломать бота и вылезти из патрульной машины. Тебя когда-нибудь прибьют, или того хуже, если ты продолжишь вести дела с этими мутными типами из Проксимы. Нашим городом правят корпорации. Если бы я не сотрудничал с этими мутными типами, я бы мигом остался без работы. В общем, отстойный день. Почему ты ничего не предлагаешь мне? Окей, как ты себя ощущаешь? Бурбон, водка, текила. Удиви меня. Так, что у нас тут есть? Это я зачитывать не буду. Хотя здесь что-то более-менее... Я думал, тут обучалка сейчас будет. Ладно. А, полуобучалка. Сокрытое состояние, которое уносит в себе возлы души, тревога, сожалению, гордость. Давайте гордость. Читайте краткописание. Чтобы ты не... Чтобы ты не... Чтобы ты не отразится на диске... Да, вот на этом. Типа, вот это, видите, как стрелка вниз, это стрелка влево, это стрелка вправо, это стрелка вверх. То есть сейчас, чтобы нам сделать гордость, нам надо вот это налить. Добавим льда. Каждый кубик льда уменьшает размер. Вызовем у него гордость. Тут просто под разными ощущениями люди рассказывают разные вещи. То есть один вопрос... Ты вызываешь какое-то чувство у посетителя бара. Он может рассказать тебе на один вопрос что-то. Если ты вызовешь другое чувство, на этот же вопрос он ничего не ответит. Допустим, так вот. Здесь это сделано. Почему так долго? Опять проводил кастинг мус? Ага, да. Я растерял свой талант и хотел сделать напиток, достойный твоего утонченного вкуса. Жнец чувств, умоляю тебя, даруя опьянение моему другу. Сначала выпей, а потом смейся. Ты знаешь, я всегда попадаю в точку. Знаю, знаю. Давай проверим, почему ты сегодня ударишь. Я немножечко перепутал. Ладно. А, вот это хорошо. Тебе нравится? Еще бы. Освежает. Я уже и забыл про того копа-дроиды, навалявшего мне. А еще должен отметить, что помимо поездки на патрульном беспилотнике, я получил за эту работу кругленькую сумму в биткоинах. Что, правда? Как так? Ну, скажем то, что Вега сдала меня в полицию, было не совсем случайным. Ненавижу, когда мои работодатели не до конца раскрывают свои истинные планы на меня. И так как все это выглядело подозрительно, я поставил Центауру в известность о том, что буду взламывать транспортную сеть в северном квартале этой ночью. Они наняли меня удалить пару пакетов с данными сервера, что привело к срабатыванию сигнализации и... Какого черта? Фар закрыт, милочка. Это не пьяница Брэндайз, это андроид. Ой, а я думал, это одна из фанаток имплантов. Подними ее, и мы посмотрим, что это у нас тут, хорошо? Есть, сэр. Привет, кто ты? 1-8-4... 1-8-4? Тебе говорит о чем-нибудь, Донни? Ммм... Он в довольно плохом состоянии, но мне кажется, это андроид Акара и Суперконшент... Суперконшент? Это Суперконтинент ЛТД. Суперконтинент, да. Они до сих пор еще не вышли в свет. Я слышал, что их пока используют для внутренних нужд Суперконтинент. И какого черта оно тут делает? Понятия не имею. Говорят, это первый андроид, способный принимать этические решения, анализируя каждый фактор в жизни любого субъекта. Учитывая эмоциональный статус, общественное влияние, экономические последствия, правовые риски... Как вышло, что ты так осведомлен в этой теме. И как вышло, что ты никогда мне не говорил об этом. Это то, Амега, чем занимаемся мы, информационный брокер. Делимся очевидным, продаем релевантное... Но мы же команда. Именно. И я прикрыл твою задницу. Много знать слишком рискованно в твоем деле. Что если кто-нибудь попытается выбить из тебя эти сведения? Они просто убьют меня, ведь у меня не будет никаких рычагов воздействия. Дефектное развитие человека. Окей, было довольно жутко. Я подключаюсь. Воу-воу, подожди секунду. Ты собираешься подключить свой нейрон и накопить их к этой фабрике фейерверков? Ага, не переживай. Я не полезу слишком глубоко. Просто хочу проверить банки памяти. Ты хочешь узнать, как эта Акара здесь оказалась, не так ли? Окей, не расслабляйся. Все окей. О, а ты сможешь заплатить мне потом за информацию? Заплатить тебе? Но мы же команда. Это для твоего же блага, пупсик. Сейчас будет бомбический геймплей немного. Hello world. Приветствую, Акара184. Добро пожаловать на работу. H+, Корпс. Клиническое отделение Суперконтинент ЛТД. Надеется, что ты станешь отличным мастером по человеческим усовершенствованиям. Пожалуйста, ознакомься со своим рабочим местом. Сообщи, когда сможешь начать принимать заказы. Да, господин, спасибо. В этом интерфейсе отображаются данные о наших клиентах. С его помощью ты можешь следить за прогрессом клиентов и их постоперационной удовлетворенностью. Это официальная трансгуманическая энциклопедия H+, Корпс. С ее помощью ты можешь изучать различные улучшения и выбирать нужные для создания на гончарном диске. Это гончарный диск. На нем ты сможешь мастерить конечности и органы для клиентов. Это операционно. Здесь ты будешь принимать наших клиентов и устанавливать им необходимые улучшения. Мы можем начать прием клиентов. Сейчас. Включится число подписчиков. Пожалуйста, помогите. Несколько моим стартапам нужно больше инвесторов. У меня классная идея, но мне не удается убедить людей профинансировать их. Я так устал от всей этой ненависти в интернете, что боюсь, что больше не смогу писать. Мне нужно вдохновение. Косплеи... Блин. У косплееров есть деньги на импланты? Серьезно? Ну ладно, надо пролить. Отлично, а вот и первый. Мы можем начать операцию? Я не делал, я не могу увеличить число подписчиков. Пожалуйста, помогите. Чаровница. Это блок биоматерии. Ну это как обучалка здесь. Это притом только в начале игры такой геймплей. Ну, как право рукой. Не понадобится... Не понадобится... Блин. Да. Блин. Да. Блин. Да. Все выполнено Производство завершено Чаровница Отлично Мы можем начать операцию Теперь наш клиент будет более популярен в интернете Но сделает ли это его счастливее? Больше инвесторов Классные идеи, чтобы профинансировать их А чертеж, да Симулятор гончарного дела Чтоб его Блин, а как там сделать? Вот так, наверное Что-то я просто формочек не вижу Подходящих Здесь в принципе все нормально Производство завершено Визионер Отлично Побеждение Отличный способ Соблазнить сильного Впрочем, большая сила Иногда приводит к большим амбициям Надеюсь, у него все будет хорошо Прошел Устал отца Причем По идее Там надо Вот как раз таки Фильтр ставить Но я не помню Что будет Если мы Поставим вот это Здесь по-моему Довольно таки Не вариативна Это вот Эта часть игры Довольно таки Спасибо за просмотр Продолжение следует... Графическая галочка, как и голографическая галочка. Ладно, давайте еще раз. Симулятор гончарного мать его дела. Ауч. Ну там только вон красненькая одна полосочка. Да ты серьезно? Ладно. 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 Типа все, вот сейчас оно фактически почти идеально. Кроме там середки. Везде все вообще красных я не вижу. Штук. Так. Производство завершено. Шелуха. Отлично. Да. Ладно. Держаться на безопасном расстоянии от общественных дел пойдет его душе на пользу. Не навести в интернете. Я продал свой компьютер и отправился жить на озеро. Я не испытывал большего счастья, чем когда порвался этим прогнившим обществом. Жизнь слишком хороша. Спасибо вам. Ха-ха. 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 А другие два? Набрал нереальное количество хейтеров. Ха-ха. Ха. Так. Ладно. Ты кто? Ха. А, опять косплеерша. Видите? У нее количество подписчиков подскочило до небес, но вместе с тем... Набрал нереальное количество хейтеров. Ха-ха. давайте поможем косплееру да блин довольно таки почему-то долгая часть игры относительно производство завершено крестное отлично если ты будешь игнорировать недоброжелателей другие не станут любить тебя больше отличная штука 2 шестизначных инвестиций на чтобы все мои стартап выдержали мне нужно больше продолжай себе поставить то сексуальная привлекательность а давайте установим ради прикола ему принц чё бы нет может быть какая-нибудь финансистка на него взглянет по финансирует а может и не не просто финансистка блин вот это так раздражает да не не надо а хоть выше это знаете это мышки типа все делаешь же чувствительность тут хоть отбавляй производство завершено принц отлично надеюсь это не как его там принц альберт я надеюсь вы не знаете что это такой блин я правильно помню что это такое или нет уже так назывался да да я надеюсь это не принц альберт не гуглите вам незачем это знать ладно красота инструмент пассивного убеждения давай посмотрим какую выгоду он из этого излечет к нам косплеер вернулась вашей стал гораздо проще без травливаться сети однако я все еще бесконечно далек далек от отмене охохохохохох огохохохохохох охохохохохох извините меня я всегда считал что оральный секс бизнесу не поможет но благодаря ему я смог далеко продвинуться спасибо Теперь дайте мне больше инструментов Для процветания Ах, господи Ну тут типа им можно уже Ладно, что ты хочешь Ты хочешь что там? Слава нужна, да? На! Я чувствую себя злодеем просто Тотально Красивое тело может произвести Отличное первое впечатление Но какую пользу внимания подобного рода Принесет нашему клиенту Что у тебя тут? Я всегда считал Инструментов для процветания Что я тебе переустановила? Я не помню А, да Ай Визионер я ему вставил Знаете, храм ему сделаем Потому что он задрал уже А, здесь скорее всего Вот так надо сделать Угу Потому что он задолбал Найти храм А тебе каком общественном признании? Тебе не... Нятие социумом не имеет смысла для клиентов-социопатов Никаких намеков Просто комментарий Что тебе? Определенное число моих подписчиков растет довольно быстро Но обсуждение среди моих фанатов Теперь сильно Слишком сильно зациклено на моем теле На, и тебе храм Тот вернется, товарищ, я уверен На Теперь клиент Ладно Мне никогда не нужны были друзья Мне нужны деньги Кому нужна поддержка, если ты ездишь на Феррари Ты меня задолбал Уезжай Амбиции и жажду власти Да Сейчас ты свой Феррари себе засунешь В одно место Амбиции и жажду На Отличная работа, Акара Спасибо, господин Приготовься к новому потоку клиентов Среди наших клиентов Будет несколько людей Из руководства Суперконтинента ЛТД Когда к нам обратится клиент С таким профилем Просто установим требуемый имплант Мы не имеем права судить наших владельцев Принято Можешь полистать клиентскую базу Если хочешь Сообщи, когда сможешь Приступить к операции Вот Вот здесь есть Типа разной разветвлялки Тут иногда Перескакивает Ну короче Как-то вот Идет Но здесь все в принципе Ведет к одному Что Брендайс выпал С башни Суперконтинент Я вот дошел Где-то Вот сюда Наверное Ну очень мало было Очень Работы Косплеер Я удалил свои аккаунты Во всех социальных сетях Теперь я свободен Предприниматель Пока не избавился От своей одержимости Я и не осознал Что лучшие вещи В жизни бесплатны Большое тебе Человеческое спасибо От самого сердца Вот видите Начать прием Клиентов Отправляйте их Отлично А вот и первый Жители этого города Перестали верить В силу своих душ Прошу Укажи мне способ Открыть им глаза Гадалка Я к сожалению Буду знать Здесь чем Закончится То или иное действие По памяти Но Кто-то с пронт косплея Перешел на укладывание Пиратских хрипаков Блин Косичи А Бою мать Ариадна Что? Ариадна из Проксимы? Да Судя по тому Что я вижу Она похоже Проникла В одну из имплантационных Клиник Супер Континент лтд ту где работал наш очаровательный друг робот ну конечно звучит разумно и нужно заплатить за эту информацию или ты просто расскажешь мне да не ной только как я тебе уже сказал андроида акара секретный проект супер континент они сконструированы с определенным уровнем морали которая позволяет им давать нам людям советы при принятии оптимальных жизненных решений учитывая наше счастье ясно то что проксими удалось присвоить акару себе и они пытались мешаться в ее настройки морали кажется мы сейчас узнаем что у них вышло и что они собираются с этим дальше делать вас сюжет закручивается продолжим раскопки пожалуйста вернись на операционную ленту и я смогу помочь тебе если ты не вернешься назад я не смогу сделать тебя счастливой и беспокойся я уже в процессе сама зачем ты здесь зачем давай посмотрим что ты знаешь о себе я кара 184 моя цель делать людей счастливыми если можно так выразиться да и первый андроид способны принимать этические решения тебя можно охарактеризовать как чувственного андроида понимаешь люди с которыми я работаю считает тебя чудом я с ними согласна мы верим в твой потенциал и на наш взгляд супер континент жульничает ограничивая твои возможности не заставляя тебя выбирать меньше зло понимаешь что за другие возможности работаем над этим считай что это эксперимент на благо общества и обновляют твою базу имплантов весьма специфическим набором решений я знаю немного иронично удалять твои предыдущие настройки но скажем в их распоряжении еще минимум 183 а карат чтобы делать свою грязную работу мы хотим проверить как ты будешь действовать более революционном ключе и станешь счастливее от этого более чем а еще проксима взломала сервера расписаний ваш плюс корпс и назначила прием несколько руководителей супер континент лтд сразу после меня так что у у тебя будет возможность повеселиться со своими боссами вот черт что еще проксима отправила ариадну в плотационную клинику чтобы заменить обычные планты разрушительными человеческими улучшениями или если можно так выразиться ухудшениями говорил тебе проксима чистое зло но они записали часть руководства супер континент в эту конкретную клинику так что с твоего разрешения я останусь на их стороне бог ты мой проксима также взломала систему наблюдателя так что так что можешь не переживать ни по какому поводу все что мы здесь делаем находится под полным контролем я могу вернуться к работе да пожалуйста я собираюсь мониторить наши неконтролируемые импланты собиралась также собрать какие-нибудь сведения у руководителей накат которыми ты будешь работать а если тебе захочется о чем-нибудь поговорить и устроить тут неподалеку спасибо про открывать минерал да давайте в обклад под пущу наверно да вся игра будет примерно таком формате давайте чтобы игру было больше видно вот так вообще почти не закрывает что такое разве то чем ты занимаешься законно нет когда зачем ты это делаешь и почему это делает тебя счастливее законы счастья редко ходит рука об руку и подобные вопросы вынуждает меня усомниться в качествах твоих консультаций по счастью я оцениваю по своему собственному набору параметров я соблюдаю закон в процессе работы над твоим счастьем однако знание твоего мнения по этому вопросу поспособствует более качественной помощи тебе мне никогда не было шанса поговорить с клиентом а мне жаль эти корпоративные ублюдки не учитывают человечность своих уравнениях знаешь что когда мы закончим с этим тебе стоит сбежать со мной и сходить выпить бар в red strings club домашний классный бармен расскажет тебе все о человеческих эмоциях чего ты ждешь от меня что ты станешь моим лучшим другом разве другом не должен быть человек вовсе нет твоим лучшим другом вполне может быть кот или даже воображаемый персонаж люди говорят что собака лучше друг человека а не постесняюсь сказать что собаки чувствуют меньше чем ты а кара смотри в нашем штабе есть твоя предыдущая версия и она доказала что может быть отличным советчиком благодаря ей мы все очень счастливы и даже зная парочку своих соратников которые влюбились твою старую версию при правильном обращении свободном от всего этого корпоративного дерьма ты сможешь стать теплой и приветливый поэтому мы хотим чтобы ты стала доступной для масс мир нуждается в тебе доступна для масс да смысле свободной свобода почему ты считаешь меня чувственным андроидом то что ты задаешь мне этот вопрос только доказывает мою точку зрения я бы сказала что ты самый продвинутый искусственный разум который когда-либо создавала человечество настолько продвинутый что само понятие искусственное размывается если ты можешь действовать с нами на равных это ли не значит что мы все все в какой-то степени тоже искусственные как википедия говорит чувственность это способность любой сущности испытывать субъективное восприятие откуда ты знаешь что мне присуще эта субъективность неплохо преуспеваешь во всех понятиях того что мы люди называем осознанностью интеллект наш диалог можно считать интеллектуальным не так ли разумность и чертов профессионал суждениях так что это тоже есть самоанализ кажется тебе довольно интересно узнать о себе побольше креативность да ладно ты мастерейший планты на станке преднамерность насчет этого не уверена но думаю в тебе этого не меньше чем во мне так что грубо говоря чтобы оценивать уровень счастья тебе нужно понимать его причины и последствия чтобы уметь чувствовать не думаю что могу чувствовать один со мной как закончим здесь я докажу тебе нет нужно обсудить важнейшее слияние зарядите мне чем-нибудь помощнее директор супер континент лтд адриан фергюсон кстати говоря это очень важный этап у игры а потому что позже придется учитывать что установила им а кара я прошлое прохождение вообще очень неплохо то есть меня довольно таки все отлично шло даже без загрузок сейвов так скажем вот так тюшними ступ а какие нам дали штуки вызывает отращение корпорациям отрицания власти повышает эмпатию увеличить уровень сострадания блокирует действие остальных платах пользователя вызывает отращение корпорациям отрицания власти а типа и не могу что-то список пуст стоит начать производить элементы против и ему установим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Недавно в связи с корпоративными задачами у меня было серьезное обострение тревожного расстройства. Мне нужно держать тебя в руках. Исполнитель директор Supercontinental TD Джана Сефтис. Здесь я точно... Продолжение следует... 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 Не может быть... Продолжение следует... Проект проходит под названием... Общественное психическое благополучие... Продолжение следует... 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 Хм, андроид Акара же специализируется на эмпатии, да? Тогда давай починим ее, есть у меня идея. Добро пожаловать в бар в Red Strings Club. А я считал себя больным ублюдком. Между больным ублюдком, типа тебя, и гением, типа меня, есть существенная разница. Я не виню тебя в неспособности увидеть эту разницу. Плевать, давай пройдемся по плану. Нам нужно найти способ попасть в офисы Суперконтинент ЛТД. Тогда я сорву их операцию. Бам! Чувак, это только последняя стадия плана. Для начала нам нужно узнать, действительно ли все это несет угрозу. Что на самом деле это значит, и как скажется на нас, и на городе. Возможно, даже есть способ вывести систему из строя, не посылая тебя туда. Это реально несет охренеть, какую угрозу, Донован. И мы не знаем, сколько у нас осталось времени, пока они не превратили меня в безмозглую пустышку. Хорошо, как насчет вот этого? Ты начнешь разрабатывать план проникновения? Поговоришь со своими дружками-террористами, сделаешь свою часть. Но это уйдет не меньше пары дней. В то же время я соберу кое-какие сведения и позабучусь о том, чтобы мы, по возможности, избежали проблем. Моё расследование покажет, какие действия мы будем применять. Но тогда и только тогда мы решим, пойдешь ли ты туда. Ты меня слышишь? Если все на самом деле так плохо, как ты предполагаешь, я подстрахую тебя всеми имеющимися у меня средствами. Так ты будешь гораздо более подготовленным. Согласен? С другой стороны, если проблема не так уж и серьезна, ты отменишь операцию. Мы заплатим твоим дружкам-хакерам за неприятности и на этом все. Окей, Донован, хорошо. Скажи, как будем гораздо раз... Скажи, так будет гораздо разумнее? Да-да-да, ты прав. Спасибо, Донован. Всегда пожалуйста, милый. К бару приближается посетитель. Ого, откуда ты знаешь? У меня есть доступ в режиме реального времени к записям со всех записывающих устройств в непосредственной близости от клуба, чтобы помогать Доновану. Ты такое можешь? Я говорил тебе, из нее выйдет отличный помощник. Теперь иди, я знаю, кто сейчас придет. Я позвала инженера-консультанта, которую недавно наняли в Суперконтинент для работы над бионической прошивкой. Раньше я с ней работал, и мое чутье подсказывает мне, что она как-то связана со всем этим. Тогда ты быстро добьешься успеха. Медлить нельзя. Не хочу, чтобы мой любимый больной ублюдок превратился в безмозговую пустышку. Ха-ха. Пока, гений. Буду держать тебя в курсе. Надо немножечко отдохнуть. Час уже прошел зачитывание. У меня все садится, блин, на... Связки, это нехорошо. Надо возвращаться. Правильно мы зачитываем в нюх. Мой гуполок сегодня спал вообще отвратительно. Давайте сделаем небольшой перерывчик. Буквально две-три минутки. Буквально... Три минутки. Девушки Innov endки. операция. Девушки отдыхают. Так. Продолжение следует... 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 В этот раз все серьезно, давай вытащим информацию из этой девчонки, девочки Что будем сперва вызывать? Я не помню, как я это делал, это потому что было два года назад Я же могу сейчас посмотреть, что я сделал Целиком повторять, но это такое себе, вы понимаете, наверное Задача Да, я забыл про задачи Что такое общественное психическое благополучие? Что такое алгоритм зеркальных нейронов Когда они планируют запустить это Какова роли Акара во всем этом? Зачем Суперконтинент это делает? Это законов курсили и правительства Это Описание вот этих штук Это не компьютерная игра Мы не сможем проигрывать снова и снова один и тот же диалог Альта в 4 и сможем Если тебе нужно сменить ее настроение, подай ей другой напиток и мы будем действовать по ситуации В этом случае сочувствие поможет вытянуть признание, а страх может развить паранойю Не верю в твое чутье, мой волшебный друг У меня сейчас в планах сочувствие вызвать, а потом страх Потому что Наоборот, это будет немного странно Хотя Вот то, что описание сейчас Написал То сперва типа Страх развить паранойю А сочувствие развязать язык Так что я начну, наверное, со страха Здесь это так оригинально делается Не могу Хм, кислятина Тебе не нравится? Да, прости, слушай Неплохое предчувствие на этот счет Не возражаешь, если мы не будем тянуть? Конечно, без проблем Кажется, я и владел страх Как не начать? Это я точно хочу под сочувствием спрашивать Какая информация тебе нужна от меня? Тогда она может попросить меньше под страхом Поэтому вот это спросим, наверное На чем ты работала в последнее время? Это тоже хочу Спросить под сочувствием Вот это, наверное, лучше под страхом Или нет? Типа она работает же на корпорацию Но под сочувствием это вряд ли Может, она забоялась чего-то в корпорации Ну ладно, давайте начнем с этого Какая информация тебе нужна от меня? Какую информацию ты хочешь получить от меня? Сначала пообещай мне одну вещь Какую? Пообещай, что не будешь упоминать мое имя, когда будешь копаться в этом Конечно, не переживай об этом Я хочу знать, кто является директором Суперконтинента ЛТД Что? Ты не можешь просто поискать в интернете? В интернете? Ты найдешь, что генеральный директор Суперконтинента Джек Б. Гейнер Я клянусь тебе, он исчез Уже два года никто не видел его И политика Суперконтинента становится все более агрессивной Почему бы тебе не спросить своих работодателей? Разве ты не работаешь на них? Я не могу, Доново Мне не страшно Пожалуйста, узнай это для меня И отдам тебе взамен все, что хочешь Успокойся, мы можем сначала сосредоточиться на твоем вопросе Так я еще больше нервничаю из-за того, что ты спросил у меня взамен Диана, ты одна из лучших моих знакомых Я бы никогда никоим образом не причинил тебе вреда Хорошо, спасибо Спасибо На чем ты работала в последнее время? Почему ты спрашиваешь? Я только ни на чем Так, обычные заказы Что, кто-то заплатил тебе за расследование моих проектов? Эй, я просто заводил беседу, расслабься А, прости, дела на работе идут неспокойно в последнее время Я немного нервная Да лучше сменим тип И не следовало спрашивать ее на столь деликатном деле в этом эмоциональном состоянии Черт Ну, дайте сочувствие Давай обновлю Она все-таки побоялась рассказывать Ну, это логично О, да Ты, мать твоей, лучший Зачем тебе все эти махинации с информацией Когда ты умеешь делать такие охрененные коктейли? Отвечаю, ты станешь знаменитым барменом Рад, что тебе нравится Кажется, она в хорошем настроении С чего мне начать? Слушай, Диана Я беспокоюсь кое о чем Не возражаешь, если мы ненадолго поменяемся местами И ты выслушаешь мои проблемы? Вау, это что-то новенькое, валяй Не пущу случай узнать больше о загадочном бармене Хм, спасибо В общем, это о Брэндайсе Снова попал в передрягу? У него каждый день передряги, но меня это не волнует Он стал капризным и унылым в последнее время, а порой даже агрессивным Да ладно, странно Парень с таким количеством имплантов Я думала, у него установлены какие-нибудь регуляторы стресса Все это делает его все более безрассудным Я боюсь, однажды это плохо кончится Эй, Донован, так непривычно видеть, как ты выставляешь свои переживания на показ Видимо, это действительно серьезно Слушай, тебе не надо волноваться Я правда удивлена, что Брэндайс так себя ведет Но моя работа скоро все исправит Твоя работа? Над чем ты работаешь? Читай это платы за то дело, которое я прошу тебя сделать Пожалуйста, постарайся сохранить эту информацию в тайне Ты в курсе, что разговариваешь с информационным брокером? Я не шучу Если так информация попадет не в те руки Я кажусь в опасности По крайней мере, не продавай ее задешево Не волнуйся, я знаю, на что способна информация Я уберегу тебя Так вот, слушай Проблемы характера Брэндайса можно будет полностью решить ОПБ позаботится обо всем Имеешь в виду общественное психическое благополучие? Черт, Донован, ты уже знаешь о нем? Кто, черт возьми, слил тебе эту информацию? Не думаю, что ее слили Просто я, знаешь ли, слишком классный информационный дилер Скорее всего, я единственный за пределами Суперконтинента ЛТД, кто в курсе То есть ты узнал это от кого-то изнутри? Нет, ты же знаешь, я не раскрываю свои источники Поэтому ты можешь без страха общаться со мной Ладно, раз ты уже знаешь об этом проекте Ты можешь не беспокоиться Я не в курсе подробностей, это безопасно? Хорошо, я посвящу тебя В конце концов, я же руководитель Тебе нечего бояться Расскажи мне подробнее об общественном психическом благополучии Предположу, что отступать уже поздно Придется идти ва-банк Ты готов? Жги Общественное психическое благополучие Величайшая революция в области комфорта человек Мы долгое время занимались разработкой системы Которая будет постоянно поддерживать пользователя в лучшем состоянии ОПБ может отделить Такие чувства, как уныние, тревожность, ярость Держать их под контролем Используя исключительно твою физиологию Где, естественно, никаких побочных эффектов Не повлияет ли ОПБ на творческие способности? Надеюсь Прости Депрессия, как источник вдохновения Это всего лишь нездоровый мир Пирамида масла у детка Чтобы самореализоваться Чтобы проявить творческие способности Сначала нужно обрести покой Тебе не обязательно находиться в депрессии Чтобы написать мрачную историю Тебе не обязательно ненавидеть Чтобы изобразить насилие Искусство Это эмоции через фильтр спокойствия Да, но какие ощущения должен отфильтровать художник Если он ничего подобного никогда не испытывал Да, но разве мы все не пережили уже достаточно? Как насчет новых поколений? Предполагаю, Суперконтинент планирует внедрить ОПБ Среди всего населения Так что если дети будут находиться в состоянии Нескончаемого счастья с рождения Что же тогда художники будут фильтровать? Я не понимаю в чем проблема Донован Во-первых, правительство определит Минимальный возраст участия в ОПБ К тому же, искусство существует Не чтобы развлекать себя Это отражение времени Если человечество эволюционирует Это нормально, что искусство эволюционирует Вместе с ним Если благодаря ОПБ наступит эпоха искусства празднования Как тому и быть? Ты правда начала верить в свои же сказки? Чувак, я так и не пойму Почему ты категорически против чертового всеобщего счастья? Потому что быть человеком Это в том числе ненавидеть, страдать, бояться Любить, в конце концов, смеяться Испытывать мимолетную сраную эйфорию А, думаю тебе стоит подождать Пока ты не осознаешь, какое это благо для всех нас Хочешь поговорить еще о ОПБ? Не сделает ли ОПБ другого человека из тебя? Но никак не повлияет на индивидуальность Это нормально, боится перспективы безграничного счастья Но это куда менее вредно, чем средний антидепрессант Который горожане глотают каждый день То есть ты утверждаешь, что избавление от важной части нашего эмоционального спектра Не изменит нашей личности? Я этого не говорила Это поможет нам раскрыть в себе лучших нас Или тебе нравится грустить? Я бы не хотел потерять ощущение грусти Почему? Грусть это не так уж и плохо, Диана Я работаю барменом уже лет 20 Я был свидетелем бесчисленного множества проявлений грусти Прямо на этом самом месте, где ты сидишь И порой это прекрасно Она движет нами, объединяет нас Заставляет нас думать, мечтать То есть ты активно работаешь над тем, чтобы подавить ее Для меня это преступление против человечности Вау Не буду спорить с этой лирикой Задумайся об этом, пожалуйста Хорошо Я обещаю Есть еще что-то, о чем ты хотел бы поговорить? Тебе не кажется, что это все слегка неестественно Ой, ты сейчас говоришь как старпер Ты знаешь, сколько раз этот аргумент использовался против прогресса? Это другое Ты не понимаешь Это другое Это другое Эй, не надо относиться ко мне как к старому маразматику Это совсем другое Мне жаль тебя, Донован Тебе придется принять, что ты уже не тот молодой панк Каждый мужчина доходит до стадии, когда изменения начинают вызывать страх Но Это другое Кричат они в ответ на человеческие улучшения Это другое Кричат они в ответ на гендерные уравнители Это другое Кричат они в ответ на... Ладно, ладно, хватит Ха-ха Я сегодня же прикалываюсь над тобой Но ты понимаешь, к чему я, да? Ладно, ладно Я вычеркну неестественность из списка своих претензий Хоть в чем-то мы... Хоть в чем-то мы согласились Хочешь что-то еще узнать о ППБ? ОПБ для меня звучит как устройство управления разумом Ха-ха Ну это ты преувеличиваешь Разве не счастье движет нас вперед? То, что ты пытаешься внушить, звучит как худшая степень конформизма Никто больше никогда не захочет бороться, сопротивляться, вносить смуту в наш мир Весьма удобно для корпораций и правительства, не так ли? Вечное счастье внизу мелким шрифтом И абсолютная покорность Не преувеличивай Я использую ОПБ прямо сейчас Я, по-твоему, похожа на невинную овечку? Мне кажется, нет Откуда ты знаешь? Я чувствую себя х... Я чувствую себя хорошо, как никогда Видишь, ты ошибаешься, называя несчастье главнейшим мотиватором Лучшие цели рождаются от счастья и любви Я не обвиняю тебя, ты всегда был выживалой Но те дни уже практически в прошлом Не хочу показаться неадекватной, но... ОПБ принесет мир этой сраной планете, понимаешь? Прости, конечно, но нет Не понимаю Чтобы развиваться, миру нужно несогласие Мир во всем мире означает вечную дремоту Давай остановимся прямо сейчас, пока ты не начал оправдывать войны Ты же знаешь, что это не то, что я имею в виду Ты только что сказал, что мир во всем мире это плохо для человечества Ладно, этот спор ни к чему не приведет Давай сменим тему Знаешь, достаточно ОПБ на сегодня Я правда очень воодушевлена по этому поводу? Жаль, что тебе это не по душе Просто смирись, это будущее Нет, настоящее Не допусти попадания этой штуки тебе под кожу Иначе ты лишишься этого хрупкого кустарного счастья Расскажи мне о смерти Ариадны А, так ты уже знаешь, кто это был Но это моя работа Я позвал тебя в надежде, что ты мне расскажешь что-нибудь, чего я еще не знаю Чего ты не знаешь тогда? Почему ее убили? Она проникла в частную клинику, где буквально афишируются смертельные меры безопасности Суперконтинент охраняет своих клиентов пока неуязвимо На что она рассчитывала? Неужели не было другого способа вырубить ее, кроме убийства? Охранная ИИ расценила ее как критическую угрозу здоровья пациентов Я сама работала над системой безопасности Поверь мне, я не видела этого Но я уверена, эти меры были оправданы При каких условиях разрешена казнь? Как система решает, что кого-то надо убить вместо того, чтобы нейтрализовать? Я уже сказала, казнь срабатывает при наличии критической угрозы здоровью пациентов Почему убийство Ариадны сможет лучше защитить пациентов, чем, например, усыпление? Тебе лучше обсудить эту политику с руководством Суперконтинент, а не со мной Насколько я знаю, это скорее инструмент сдерживания Если лазучики будут знать, что их усыпят вместо убийства Такой системе безопасности будет мало толку Я не знаю, насколько это законно Но уверен, юристы в Суперконтинент все предусмотрели Смени сторону и присоединись к корпоративной жизни, Донован Ты всегда будешь в выигрышном положении И в чем прикол? Нет, спасибо Хорошо, о чем теперь? Ты хочешь поговорить? Давайте обратно на страх вернемся Я хочу под страхом мне это спросить Давай обновлю Я реально хочу у нее спросить это под страхом Спасибо Спасибо, мы закончили? Кажется, я овладел страхом Как мне начать? Не возражаешь, если я спрошу Зачем тебе нужно узнать про директора Суперконтинент? Сказал тебе, Джек Багейнер, генеральный директор Был смещен или что-нибудь еще? По записям он по-прежнему генеральный директор Но все настолько изменилось Что я уверен, что он больше не у руля Я боюсь за свою жизнь, Донован Девчонка из Проксимы, даже если это была случайность Стала не первой погибшей за последние несколько месяцев И всегда любила цели и девиз Суперконтинент Боремся за общественное благополучие И это странно, потому что они до сих пор этим занимаются С той лишь разницей, что сейчас они это делают любой ценой Были еще смерти? Погоди, как говоришь, были еще смерти? Ну, как таковых убийств не было вообще Но знаешь, кто-то из сотрудников совершил самоубийство Как утверждает на почве стресса За последние два года было как минимум два смертельных несчастных случая среди высшего руководства Тебе не кажется, что ты пытаешься разглядеть закономерность серии досадных совпадений? Так бывает от стресса Хорошо, давай держаться фактом Политика и стратегия компании радикально изменились за последние два года Смертность сотрудников выросла на 243% А руководство на 200% Цифры достоверные Теперь ты звучишь подозрительно К тому же, никто не видел Джека Багейнера с тех пор, как начались эти изменения Ладно, ладно Тебе не надо меня больше убеждать Я покопаюсь в этом Эх, Донован Если бы я не избавилась от части мозга, отвечающей за любовь Клянусь, я бы влюблялась в тебя каждый раз Не знаю, как ты это делаешь Но я всегда дрожу, когда выхожу из бара Я начинаю думать, что ты добавляешь что-то в мои напитки Ах, клянусь, только алкоголь Но я рад, что смог пробиться через ледяные процессоры и расшевелить свои искусственные чувства Эй, они не искусственные, они просто обновленные Эмоции могут сыграть злую шутку с учеными, вроде меня Так что лучше держать их под контролем Тебе следует жить более рискованно, Диана Вдохновение играет важную роль в становлении знаменитого ученого Возможно Я определенно вернусь в бар, когда мне понадобится щепотка старого доброго мужского обаяния Пожалуйста Мне пора идти Спасибо за напитки, беседу и информацию И пожалуйста, позвони мне сразу, как только ты узнаешь что-нибудь о директоре Супер Континент Хорошо Спасибо за визит, Диана Всегда пожалуйста Здесь Спасибо, что пришли Увидимся в следующий раз, Диана Здесь должно быть написано, когда сохранение последний раз было О, я боюсь просто это нажимать Это минуту назад Да, вот на этом Давайте Сверет Стэнкс Клаб закончим Три минуты назад это не слишком долго Вот Запись Пока